добрый день уважаемые зрители сегодня у нас 10 ноября 2020 пытаюсь по проспекту выехать на северное кольцо и здесь у нас пробка ранее уже на канале было видео про северное кольцо это было отдельное видео но не про пробивку сегодня я еду на точку где должна так скажем данная улица выйти в сторону бакат посмотрим что там творится шоссе северное кольцо проходит вот рядом с адем также проходит через барахолку и другие базары так ну вроде есть какое-то движение знаете о чем я задумался что северное кольцо данное шоссе если на казахском назвать то это наверное будет что-то вроде состок шиньбер состок шиньбер жола но кажется его так никто не называет вот и тоже меня удивило что данная улица не просто улица и даже не проспект целое шоссе в данный момент по шоссе мы движемся 5 километров в час эх видимо не скоро доеду до места пробивки а пока что можно поставить лайк на это видео подписаться на канал это оказывается важно я посмотрел у меня коса по статистике более 90 процентов людей смотрят без подписки так что подписывайтесь и следите за обновлениями здесь что-то строится барахолка в будни машин конечно здесь очень много с правой стороны здесь есть отдельная полоса чтобы подъехать базаром и там такая нормальная пробка вот эту выделенку сделали несколько лет назад и я думаю она просто облегчила многим водителям жизнь смотрите что люди творят называется даже на это выделенной дороге люди умудряются останавливаться выгружаться загружаться получается что основная часть пробки это вот прямо перед адем дальше вот так вот свободно едем светофоров нет и здесь за мостом опять пробка впереди есть светофор тихо тихо но едем с левой стороны базары 25 минут ехал от раскулова до жмобаева поворотная на блок но неужели после жмобаева здесь вообще нет никакой пробки все свободно едем так ну уже потихоньку северное кольцо заканчивается здесь у нас мост поднимаемся наверх и пробивка я так понимаю будет за мостом а мост этот у нас проходит над железной дорогой так и я так предполагаю что где-то здесь появится новая развязка пока что сложно сказать конкретно где но я думаю вот именно вот здесь где-то не доезжая до светофора на этом светофоре можно повернуть в сторону микрорайона кокжиек предлагаю в ту сторону повернуть здесь вот на перекрестке есть вот такие магазины так поворачиваем сюда здесь сразу на повороте получается есть поворот на такую небольшую улицу на карте отмечена как улица геологов данная улица проходит правее от микрорайона кокжиек она является односторонней с левой стороны здесь жилые комплексы на квартирные дома с правой стороны какие-то производства ну или может быть гаражи и и так далее так и здесь дальше односторонняя дорога заканчивается интересно конечно как дорога в будущем будет обходить микрорайон кокжиек здесь очень много многоэтажных домов так 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 получается у нас в этой стороне горы здесь вот дома обозначены как микрорайон кокжиек здесь вот находится подстанция я так понимаю что дорога пройдет здесь вот с правой стороны чуть правее от подстанции полет над чистым полем давайте посмотрим что здесь творится если честно даже и подумать не мог что здесь что-то строит вон там вдали можно будет разглядеть новую дорогу недавно ездил в ахтау там путешествовали по мангосталской области кстати уже несколько видео с поездки есть на канале так вот из самолета увидел такую картину и удивился не сразу понял куда тянут дорогу и вот теперь все стало на свои места это большая белая стрелка указывает на новую дорогу которая идет в сторону северного кольца а вокруг можно будет увидеть населенные пункты ну и сам бакат вернулись обратно на это поле по которому в скором времени пройдет новая дорога со стороны бакат в сторону города алматы и соединиться с улицей северное кольцо и здесь уже на подлете можно заметить что дорога сделана либо из бетона или же уже уложили асфальт идут какие-то строительные работы передвигается грузовая техника вообще говорят что новая дорога будет состоять из четырех полос по две полосы в каждую сторону предлагаю вернуться по этому же полю обратно в сторону города в скором времени данное поле поделится на два новая дорога разделит его и здесь мне на днях сообщили точнее предоставили план по которому пройдет пробивка оказывается он пройдет не так как я подумал так как ранее этого плана я не видел я думаю что пробивка пройдет прямо мы также пролетим по этому маршруту прямо но на самом деле говорят что пробивка пойдет налево вот здесь вот можно будет увидеть эти стрелочки прямо это в сторону нефтебазы а налево это здесь получается с левой стороны за парковкой пойдет новая дорога получается будет обходить с с левой стороны микрорайон кукжиек к этим схемам мы еще вернемся а пока что предлагаю пролететь прямо я ранее думал что дорога пойдет прямо по полю здесь впереди у нас с левой стороны находится подстанция протекает речка на картах обозначена как правый есентай с правой стороны здесь есть какое-то предприятие кажется там перерабатывают мусор если вы знаете точнее пожалуйста делись комментариях под видео летим дальше подлетаем к улице первомайская нефтебаза говорят что данную пробивку закончат к 2027 году или же к 2030 году впереди там где ездит много транспорта данная улица называется первомайская нефтебаза интересное название и здесь на подлете можно заметить впереди большой пустырь я думал что дорога пройдет вот именно так вперед но там оказывается за этим пустырем находится железная дорога и также можно здесь увидеть нефтебазу нужно будет строить дополнительную развязку через железную дорогу но все оказалось не так так что предлагаю вернуться обратно можно насладиться вот такими красивыми видами на город алматы на город летим обратно к парковке здесь правой стороны по всей видимости местный какой-то тэц или может какой-то завод и здесь вот со стороны парковки можно вон там вдали с правой стороны увидеть новую дорогу и здесь вот левее от парковки можно увидеть какое-то строение я сперва это не заметил и только сейчас понял что это русло реки и там видимо возводят небольшой мост получается что дорога пройдет рядом с парковкой вот здесь вот с правой стороны есть место но там дальше есть зеленые насаждения новые саженцы точнее молодые саженцы и дальше дорога пойдет вот здесь с левой стороны и дальше по улице геологов по которому я сюда приехал пока не могу точно сказать это окончательный такой план пробивки или же будут какие-то изменения и корректировки будем ждать новостей а пока что в интернете очень мало информации на этот счет и будет ли дальше на пересечении с улице геологов и северного кольца новая развязка много вопросов и мало ответов будем ждать вестей рахмет сау болмс спасибо и до скорой встречи